МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Церемонию инаугурации начинают под гимн Переображенского полка. Официально приглашенных в Центральном зале областной филармонии было порядка шести сотен, но, очевидно, их было больше. После гимна России Павел Малков выходит на сцену в подчеркнуто строгом деловом костюме. Руководитель избиркома Рязанской области с трибуны объявляет окончательные итоги выборов губернатора. За избранного губернатора Рязанской области проголосовало 84,55% избирателей. Состоялось заседание избирательной комиссии Рязанской области, на котором было принято решение о регистрации избранного губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова и выдачи ему удостоверения об избрании губернатором Рязанской области. После получения заветной корочки, внешне спокойный Павел Малков приступает к формальности, к зачитыванию присяги, а затем на него надевает Должностной знак губернатора – сложный инкрустированный медальон. И уже потом Павел Малков берет слово. Этот день он называет очень значимым для себя. Я шел на выборы с лозунгом «Порядок, контроль, развитие». Порядок, в первую очередь, это означает наведение и соблюдение порядка в системе управления. Во всех отраслях экономики и социальной сферы. Порядка во всем – в малом, в большом, несмотря ни на какие внешние вызовы. От самого маленького населенного пункта до областного центра. Контроль. Это жесткий контроль за работой органов власти. За исполнением данных, обещаний и принятых решений. За эффективностью расходования бюджетных средств. За соблюдением технологий, сроков, качества по каждому объекту и по каждой организации. Развитие. Это серьезный настрой на созидание и на развитие во всех сферах. О развитии региона говорил и полпредпрезидента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. На том, в чем конкретно региону нужно прибавлять, он остановился отдельно. Демография должна быть на особом контроле. Пока же в Рязанской области последние пять лет уровень рождаемости снижался. И в 2021 году откатился на уровень 2003 года. Фактически население воспроизводит себя лишь на 60%. Не надо объяснять даже тем, кто не очень силен в математике, какие последствия это будет иметь в не очень отдаленном будущем. Исправлять ситуацию нужно через увеличение численности семей с тремя и более детьми. Конечно же, решение вопросов демографии связано с ситуацией в здравоохранении. В период борьбы с коронавирусной инфекцией было очень много нареканий со стороны жителей. И здесь важно честно признавать имеющиеся проблемы. Ведь только тогда над ними начинается серьезная работа. Впрочем, полпред говорил не только о проблемах в регионе, но и о личных достижениях Павла Малкова. Во-первых, президент поддержал строительство нового моста через Аку. Во-вторых, именно с подачи губернатора началось обновление парка автотранспорта. Развитие областного центра и создание пешеходного туристического маршрута – это тоже инициатива Павла Малкова. Ну а в дальнейший добрый путь его отправил митрополит Марк. Личным благословением и крестным знамением.